Будущие Роналду и Мисси вполне могут жить в Люберцах. В округе состоялся турнир по мини-футболу. За первенство боролись 220 юных спортсменов. О том, кто вдохновляет детей на победу, в нашем сюжете. В зимнем Кубке Спартака участвовали 14 команд. Ребята приехали из Малаховки, Лыткарина, Тамилина и Москвы. Останавливаться на региональном этапе юные футболисты не собираются. В планах участие в областных и российских состязаниях. У нас есть традиция. Мы после победных игр или заказываем большую пиццу, или победный тортик. Ну, если проигрыш, то без тортика. Любая игра – это, по большому счету, спортивный азарт, интерес. Если что-то не получается, это только знак того, над чем нужно работать. Со спортивным азартом занимаются двое его сыновей – Дима и Женя. Оба решили тренироваться после чемпионата мира в Москве, когда увидели игру известных футболистов. Родители отдали мальчиков в спортшколу «Спартак». Здесь каждый воспитанник для тренера не только начинающий спортсмен, но и самостоятельная личность. Наша задача – это, прежде всего, воспитать правильное поколение, не только спортсменов, но и привить им правильные принципы жизненные, дать возможность правильно думать, сделать их просто, прежде всего, людьми. Ребята состязались в трех возрастных группах от 9 до 13 лет. Лучшие игроки турнира представят команду в областных матчах и выйдут на российский и мировой уровни. Владимир Ружицкий всегда поддерживает либеретских футболистов. В составе команды организаторов он сыграл с юными чемпионами. В матче со взрослыми гостями турнира победила дружба. Григорий Ворванин, Айтад Шчирагова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.